Результаты исследования Левада-центра показали, что во время кризисов уровень депрессии у россиян достигает максимума. Россияне указывают на чувство проигрыша от перестройки, от развала СССР и от либеральных реформ, не верят, что Россия европейская страна, но очень симпатизирует советской политической системе. Снизилась поддержка западной модели демократии и текущей политической системы. Либеральная пропаганда активно убеждает нас, что с развалом СССР и приходом рынка, свободы и демократии стало все намного лучше, чем было. Однако итоги исследования Левада-центра говорят об обратном. В трудные времена для подавляющего числа россиян вспоминаются почему-то не ельцинские лихие, а советский период. Что хорошего вспоминают из советской эпохи россияне? Будет ли что хорошего вспомнить из новейшей истории? А также об историческом наследии рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, политический консультант Анатолий Вассерман. Прежде всего, мне кажется, что данное сообщение Левада-центра внутренне противоречиво, поскольку симпатия к советской системе трудно совмещается с депрессией. Советское время было очень оптимистичным, и, соответственно, если действительно совпадают показатели, что растет и депрессия, и симпатия к советской системе, это только означает, что выход из депрессии люди видят в возвращении к советской системе. Причем те, кто сейчас надеются на ее возвращение, надеются не воспроизвести точности какой-то из периодов советской эпохи, а воспользоваться ее опытом, согласуя этот опыт с нынешними обстоятельствами. И, с моей точки зрения, такое желание разумно, поскольку и сейчас в очередной раз сбываются прогнозы Маркса, Ульянова и того же Джугасвили, что рынок сам по себе, система принципиально неустойчивая, и что рынок так или иначе всегда будет порождать спады и кризисы, а спады и кризисы, в свою очередь, будут порождать массовую депрессию. Эксперт отмечает, что если в более-менее благополучные времена еще можно надеяться на лучшее в рамках чисто рыночных отношений, без какого бы то ни было планирования, то на спаде естественным образом возрождается интерес к советскому опыту, где сочетались элементы и планового, и рыночного хозяйствования. И для достижения стабильности, которую так вспоминают из советских времен, нам надо усилить роль планирования и вывести из экономического блока правительства тех, кто не умеет с этим работать. Однако, если о советском периоде есть что хорошего вспомнить, то о лихих девяностых вспомнить нечего. Но в них есть масса уроков, как делать не надо. Вообще отказываться от какого бы то ни было исторического опыта нельзя. Другое дело, что опыт бывает разный. Бывает опыт, как надо действовать, и опыт, как не надо действовать. Так вот, чем дальше мы отходим от советской эпохи и от горбачевских и ельцинских времен, тем яснее становится, что большая часть, испытанного нами в советскую эпоху, это указание, как надо действовать. А большая часть того, что испытано при Горбачеве и ельцине, это указание, как не надо делать. Соответственно, в исторической перспективе это становится все очевиднее, и поэтому я думаю, что следующие опросы Левада-центра покажут еще большее стремление людей использовать опыт советской эпохи в качестве руководства в действии. В тупиковой ситуации выход там же, где и вход. Еще и поэтому граждане ищут выход из трудностей, начатых в советской эпохе, возвращением к той жизни. Эксперт уверен, используя достижения советской эпохи, можно сделать жизнь лучше. Мы не сможем создать лучшее будущее, не опираясь на лучшее из прошлого. Так что без оглядки на советскую эпоху мы заведомо не сможем создать ничего лучшего, чем было в эту эпоху. Ну, то есть, конечно, надо делать поправку на общее развитие науки и техники, которые все-таки добавляют хорошего в нашу жизнь. Но понятно, что при прочих равных условиях мы будем жить лучше, если не будем полагаться на невидимую руку рынка, а будем действовать вполне видимым образом, управляя хозяйством сознательно, а не вслепую. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».